МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самый длинный в мире подвесной пешеходный мост. Его длина 439 метров, но и высота здесь немаленькая. 207 метров вот там внизу, до речки и до земли. Здесь в буквальном смысле захватывает дух, мост шатается, и надо признаться, что все-таки немножко страшно. Но прогулка по мосту – это только начало. По-настоящему в этот парк туристов-экстремалов привлекает возможность совершить прыжок в пропасть. Это банджи-джампинг. Пять, четыре, три, два, один, полетим! Аттракцион заработал в Сочи летом прошлого года. Он считается самым высоким в России и Европе. И расположен в живописном месте. Наталья Ивлева работает в парке, совершила много прыжков. Как она говорит, сбилась со счета. Но привыкнуть к ощущению полета невозможно, так же, как и к окружающей природной красоте. Нужно, наоборот, нужно именно в такой красоте почувствовать себя птицей. Знаете, когда вы летите, и вот в какой-то момент в полет, и ты летишь и мысленно понимаешь – я летаю! Не меньше захватывает другой аттракцион этого парка – сочинские качели. Пять, четыре, три, два, один! Уже было очень страшно, когда я сидела и болтала ногами над пропастью. Была уверена, что буду кричать и сорву голос, но в самый первый момент ты даже не успеваешь крикнуть, потому что ты просто… это что-то нечто, это нечто. Я научилась летать. Прыжки в пропасть – развлечение не из дешевых. За несколько секунд полета на качеле – 6 тысяч рублей, банджи-джампинг – 12 тысяч. Цены могут меняться в зависимости от сезона, но владельцы гарантируют безопасность. На подобных аттракционах, расположенных по всему миру, уже совершено более 2,5 миллионов прыжков и не зарегистрировано ни одного несчастного случая. Скорость, может, и невелика, всего 40 км в час – это максимум для электрокаров. Самое главное – где. В Сочи можно прокатиться по трассе «Формулы-1», а также познакомиться с внутренним содержанием автодрома. Это центр управления «Формулы-1». Здесь сидят руководители как раз гонки. Они следят за тем, чтобы все было нормально. Ну, а если что не так, то срочно сообщают. Например, нужно закрыть. Но сейчас все нормально. Так что вперед на старт. Первые и пока единственные гонки «Формулы-1» здесь состоялись в октябре прошлого года. Вот как выглядел момент старта глазами зрителей. Следующие заезды болидов «Формулы-1» здесь состоятся 9-11 октября. А пока желающие могут покататься на небольших машинках. Находясь на автодроме, невольно хочется представить, что сейчас самый разгар бешеных заездов. Это я на самом деле имитирую то, что сейчас, возможно, происходит там на экранах, потому что там «Формула-1», машины ездят с гигантской скоростью, а здесь, в пресс-центре, журналисты наблюдают за происходящим. И, конечно же, срочно передают свои редакции сообщения. Вот такой вот пресс-центр «Формулы-1» в Сочи. Есть на автодроме развлечений для эстетов, музей автомобилей. Вот, например, болид «Формулы-1», на котором ездил Марк Вебер в 2004 году. И множество других раритетных машин. «Кадиллак Эльдорадо» 1967 года выпуска уникальный для американцев автомобиль. Во-первых, здесь впервые был применен передний привод, что было просто революцией для автомобильной промышленности тех лет в США. Ну и, конечно же, дизайн, который просто потрясает воображение. До сих пор очень красивая машина. А вот это вот «Делориан», этот автомобиль стал знаменитым благодаря трилогии «Назад в будущее». Вот интересно, что авторы того фильма утверждали, что в 2015 году автомобили будут летать. Вот «Делориан» летала тогда в наше время. Однако, как вы понимаете, все все еще ездят на обычных транспортных средствах, как и «Делориан» стоит у нас спокойненько сейчас на своих колесах вот здесь, в музее. Неподалеку от автодрома находится Сочи-парк. Его система работы простая. Платишь за вход, в апреле это тысяча рублей, и катаешься на любых аттракционах. Например, на «Змей-горыныче», так здесь называется аналог американских горок. Или смотришь цирковое представление. И надо отметить, сотрудники, которые работают в парке, наделены как чувством юмора, так и гостеприимством. Несмотря на усталость, в конце рабочего дня они нашли силы еще раз пригласить нас в парк. Добро пожаловать! Санаторий Мацеста знамениты своими сероводородными источниками. Дача вождя Иосифа Сталина и прекрасный парк Дендрарий. Исторические места Сочи в следующей серии проекта «Новый Сочи». Андрей Сарадым, Денис Тимошенко. Новости. Продолжение следует...